Всем большой привет! Меня зовут Валерия Головенкина, я художник-акварелист, и сегодня у нас видео про акварельную бумагу, но не простую, а цветную. Это цветная бумага от фирмы Lillia Holding. У нас сегодня бежевый цвет, такой цвет слоновой кости, и розовый бумага из 100% хлопка, довольно плотная, 300 грамм, поэтому обзор обещает быть и неинтересным. Это видео выходит целиком и полностью благодаря вашей поддержке, я хочу сказать большое спасибо моим спонсорам на Бусти. Друзья, ваша помощь очень трогательна, очень приятна, очень полезна, и все, кто хочет поддержать меня, пожалуйста, проходите по ссылке в описании. Мы сейчас собираем донаты на акварель Paul Rubens, на основную палитру и палитру с грануляцией, поэтому, если вы хотите принять участие в моем ролике, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться этим видео с друзьями, ну а мы давайте начинать. Бумага цвета слоновой кости, 300 грамм плотности, 100% хлопок в составе, 35 на 55 сантиметров у нее формат, какой-то странный, что называется, не два, не полтора. Фактура, я бы сказала, скорее торшон, но не совсем такой махровый. Разрывается она достаточно легко, достаточно согнуть всего один раз. На поверхности имеется в один знак, снаружи он впуклый, слегка выпуклый. И вот такой вот краешек. Итак, давайте мы будем пробовать смотреть, что же это за зверь такой. Как обычно в своих тестах я делаю, верхняя часть у меня отведена под технику по мокрому, поэтому смачиваю бумагу с двух сторон, даю ей полежать. Так, а это что такое? Она как будто бы не намачивается. Такое ощущение, что с нее вода как с гуся скатывается. Ну вот на эту часть намазалось ровно, все в порядке, а на лицо, как бы, не знаю, как-то приходится очень усиленно возюкать кистью, чтобы вогнать воду между вот этих вот фактуринок, между зернышек бумаги. Слушайте, я такое впервые встречаю, ну как бы она не то, чтобы прям вот испорчена, да, там все, уже брак, все плохо, но некоторые усилия приложить нужно. С первого раза она легко не намачивается, остаются какие-то непромоченные кусочки. Я повторяю, с таким я первый раз сталкиваюсь, первый раз я такое вижу, поэтому, ну, наверное, эта бумага нам вносит еще один критерий оценки материала, а именно то, насколько легко бумагу намочить, потому что, оказывается, мывает все сложно. Ну я, ну я в шоке, я вам скажу. Из кисти какая-то, какая-то хрень смывается, то есть не вода чистая, а какая-то мука, что ли. Они что, бумагу обработали чем-то перед тем, как ее отправлять в магазин? Господи. Ладно, пусть там пока, вот, сейчас, я прям даже покажу вам. Вот, здесь такой более-менее смоченный кусочек, а вот здесь вот просто не намазывается влага. Вот, еще раз. Вот, я вроде как смачиваю, но в некоторых местах влага как бы начинает собираться вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, как бы скатываться. Это вообще, это крайне странно. Это вообще что такое? Это что такое? Верхняя часть бумаги у нас уже напиталась влагой, она уже хорошо прилипла к моему импровизированному планшету. Бумага искажается, я уже про это рассказывала, только из-за неравномерного смачивания, то есть говорить о том, что бумага идет в волнами и поэтому она плохая мы не можем. Это происходит из-за того, что здесь у меня смочено с двух сторон, здесь у меня крошечный пропуск, здесь у меня смочено с одной стороны, здесь сухо в принципе. Поэтому на этот параметр мы не смотрим. Давайте мы попробуем начать намазывать красочку, посмотрим, насколько она у нас, ну она в смысле бумага сжирает цвет. Для этого мы используем обычно краски Pinox Extra и обычную серию Pinox. Я все никак не довымазываю, чтобы меня освободить по палитру. Я должна вам напомнить, что краска в технике по мокрому съедается на любой бумаге, это норма, это неизбежная данность. И поэтому говорить о том, что краска жрется и поэтому все плохо мы не можем. Но мы можем различать степень зла, так скажем. Мы можем наблюдать за количеством сжираемой краски и из этого уже делать вывод, сравнивать одну бумагу и другую. На канале у меня есть много роликов про бумагу, в них я провожу точно такие же тесты, поэтому вы можете перейти, посмотреть и сравнить. В конце этого теста перейти и сравнить с интересующей вас маркой по сжираемости цвета, по насыщенности, ну и по всему такому прочему. Вот, намазала я несколько красочек на кусочек в технике по мокрому. В один слой давайте мы посмотрим, я неоднократно рассказываю, что... Это смачивание неравномерное меня просто вымораживает. Я неоднократно рассказываю о том, что техника в один слой и то, как бумага себя в ней ведет, для меня является очень ярким показателем нормальности бумаги для меня. Если все в порядке, если бумага мне нравится, значит, возможно, я могу ее использовать для своих морских работ. Если бумага не очень, то, соответственно, морские работы я на ней писать не буду. Так, пробуем. Пробуем. Ну, тут пока не совсем вот это состояние подсыхающей бумаги, чуть-чуть влажновато пока еще, но в целом, в целом, жить можно. Пока, по крайней мере, пока. Так, тут пока все плывет, и это нормально для такой влажноватой стадии бумаги. Вот тут пониже уже немножко получше история, но мы сейчас буквально чуть-чуть подождем, посмотрим именно на само цехающее состояние бумаги, потому что пока еще сейчас все-таки слишком влажно. Пока я возьму кисть, пушистик, аккуратненько это все растушую, приведу в человеческий вид. Подождем и посмотрим. Пока по мокрому у нас все прекрасно, здесь у нас все плавает, можно спокойно добавлять, вмешивать и экспериментировать с количеством краски. Можно что-то снимать, можно смешивать цвета прямо на бумаге, то есть не происходит мгновенного высыхания, это уже радует. Сейчас мы попробуем вот так вот поснимать что-нибудь. Ну, снимается, я бы сказала, хреново, крайне хреново. Даже чистой кистью, жесткой чистой кистью, смыть цвет довольно проблематично. Если, например, у вас что-то пошло не так, то исправить это крайне сложно будет. Бумага, у меня есть подозрение, что она даже немножко травмируется, но это мы посмотрим уже после высыхания и вблизи, но пока у меня вот такое ощущение есть. Давайте мы посмотрим жесткой кистью, как это будет. Вот что у нас происходит, то есть линия не проскребается до бела, хотя краска еще не впиталась, то есть не произошло вот этого запечатывания, так скажем. Ну, в принципе, до бела вот спустя несколько движений проскрести можно, но у меня такое впечатление, что бумага немножко деформируется. Я не могу объяснить, почему оно возникло и показать это прямо вблизи, потому что, ну, у меня не получится сделать это. Но у меня такое впечатление, что вот эти краешки внутренностей, они как бы такие уже. Вот еще чуть-чуть, и они пойдут как катышками. Вот такое у меня впечатление. А пока мы перейдем к технике в один слой, мы к ней вернемся и попробуем внести густую краску в слегка подсыхающую поверхность бумаги. Я хочу понять, возможно ли мне на этой бумаге написать мое привычное море. И я хочу сказать, что пока что-то вот у меня возникают сомнения, потому что вроде как бумага в абсолютно пригодном для этого состоянии, но возникает тот эффект, который я не люблю. Это мохнатая линия, вот здесь вот в частности. То есть вроде как разница во влажности небольшая между краской на кисти и краской на бумаге, но вот эти вот волокна очень сильно подчеркиваются. Я такой эффект не люблю. Подобный же эффект я наблюдала совсем недавно в бумаге Малевич, по-моему. Там такая была история. Поэтому я недовольна. Пока. Давайте попробуем в еще более сухом месте сделать это. Ну да, тут тоже такое затекание в фактуру бумаги. Такие мохнатые получаются линии, хотя сама эта полоска абсолютно не выглядит расплывающейся. То есть, опять-таки, количество краски на бумаге и количество краски на кисти примерно одинаковое. И количество влаги тоже. То есть нельзя сказать, что это потому, что слишком много воды, вот поэтому оно и растекается. Нет, вот тут уже практически сухо. Тут уже прямо видно, что краска почти не смешивается с основой. И вот это крайне странно. Пробую еще раз на таком чуть-чуть более влажном кусочке проконтролировать это количество воды и краски на кисти, сделать свою ровненькую волну. Ну не знаю, как-то... Вроде бы вот такое ощущение, что поплясать с бубном можно, но нафига козе баян, что называется. Подкорректировать темным в принципе тоже можно, но уже он не так мягко соединяется с имеющейся краской. То есть все-таки уже такое состояние чуть-чуть спорное, чуть-чуть сложное. И что-то смешивать. Ну вот да, какие-то вторжения. Они уже немножечко такие болезненные для бумаги. Не очень это все хорошо выглядит. И опять-таки вот эти мохнатые линии меня не устраивают. Короче говоря, я... Я не довольна. Я опять недовольна. Да. Увы, увы. А надо было делать нормальную бумагу, чтобы я была довольна. Вот. Короче говоря, с техникой в один слой крайне странная история. Я ее пока не понимаю. И понимать на самом деле отказываюсь. Ну потому что это какое-то уже, извините, за гранью добра. И зла. Это непонятно. Абсолютно. По-мокрому все еще мокро. Извините за тавтологию. Пока еще можно работать. Тут еще все довольно легко перемещаемо. Поэтому, возможно, для техники по-мокрому эта бумага вполне неплохо себя проявит. Посмотрим, что у нас получилось на бежевой бумаге в технике по-мокрому. Ну такая довольно неплохая история. Не оторви и выброс не ужас. Цвет бумаги немножечко влияет на то, как мы воспринимаем краску. То есть это такая уже не чисто белая история. А цвет бумаги диктует нам определенные условия. В розовой бумаге это проявлено ярче. Мне не очень это сильно нравится. Ну давайте мы посмотрим, как у нас ложатся линии по уже бывшей в употреблении, так скажем, бумаге. В принципе, сама линия достаточно хорошая. Она не разъезжается, не расплывается, не всегда ложится ровно. Иногда переходит на такой немножечко эффект сухой кисти. В целом это не критично, но может вызывать некоторые вопросики в работе. И давайте мы посмотрим на травмируемость бумаги. Итак, первый случай. Это клячка. Давайте посмотрим. Попробую стереть карандаш и намазать сверху красочный слой. Давайте-ка, какой-нибудь оранжевенький. Что-то мне кажется, что уже не очень. Сейчас посмотрим. Распределим краску. Ну, может быть, это я просто чиркнула там. Но мне кажется, что немножечко... Да, есть следы травмы, так скажем, на бумаге. Вот здесь такой прямоугольничек, ровно тот, по которому я терла. И давайте мы посмотрим на эффект отстирательной резинки. Попробуем. Главное, не в заливку. То это стандартная история. Мне кажется, что тоже есть небольшие такие следы. Поврежденности бумаги, да, мне не кажется, они действительно есть. Но в целом это не настолько критично, чтобы вот прямо абсолютно все было плохо. Вот знаете, так что у нас тут уже какие-то катышки полезли, какие-то уж прямо сильно-сильно явные следы. Но в целом такого нет. И посмотрим также на вымываемость краски. Я возьму жесткую синтетическую кисть и попробую проскоблить белую линию. В целом сделать это реально, и краска сходит, я бы не сказала, что сложно. Прямо так, что, знаете, приходится очень сильно тереть. Нет, кое-где даже с первого прикосновения можно сделать посветлее. Но бумага немножко травмируется. То есть вот там вот, в самой этой линии, я вижу такие небольшие-небольшие темненькие кусочки, которые, во-первых, не вымываются, а во-вторых, становятся такими слегка-слегка лохматенькими. Это меня не устраивает. Я думаю, что, ну, как бы, можно, можно. Но... Осторожно! Ну, лучше не нужно. Перейдем к розовой бумаге. Она тоже обозначена как фактура финн, хотя зерно у нее абсолютно другое. Совсем не похоже на зерно у бежевой бумаги. Точно так же, как бежевая бумага, она легко рвется. Достаточно всего сложить один раз напополам с одной стороны. И достаточно легко разорвать. Точно так же у нее имеется в один из знаков, имеется клеймо впуклое на внешней стороне, выпуклое на задней. И фактура очень-очень мелкая. Это скорее что-то среднее между финн и сассатин. Я бы охарактеризовала это именно так. То есть не совсем сассатин, но похоже. И с розовенькой бумажкой давайте мы сделаем то же самое. Смачиваю с двух сторон для того, чтобы посмотреть на технику по-мокрому. Дальше пойдет полосочек. Ну вот, кстати, знаете, я уже сразу скажу, что розовенькая, видимо, из-за фактуры смачивается чуть приятнее или легче. И такой же истории, как с бежевой, с бумагой цвета, слоновой кости здесь не возникает. Но это все равно было крайне странно. Здесь у нас будет кусочек в один слой. И давайте пробовать. Пробуем сначала по-мокрому. Вроде бы, знаете, фактура приятная. Ну, по сравнению с предыдущей, это уже что-то поинтереснее. Ну, у меня какое-то, не знаю, у меня какие-то ассоциации с туалетной бумагой, если честно. Что я рисую по туалетной бумаге. Не могу никак от этого чувства избавиться. Давайте мы понаносим разные насыщенности краски. Здесь уже история чуть-чуть посуше по сравнению с предыдущей бумагой. И вообще, мне кажется, что розовая бумага ощущается как будто бы тоньше сама по себе. Хотя у них плотность абсолютно одинаковая. Что та 300 грамм, что это. И пробуем технику в один слой. Так, ну что, бумага вроде как в приличном состоянии. В приличной консистенции, кондиции. Можем пробовать. Кое-где ее царапают кусочки краски, оставшиеся в ворсе кисти. Это, конечно, не лучшая история, которую можно встретить. Но здесь я немножко наблюдаю вот это вот размахначивание. Но пока это разница во влажности. Сейчас мы попробуем это все растушевать. И посмотрим, как оно намазывается. Ну, в целом, я могу сказать, что это лучше, чем бежевая бумага. Свет ослала новой кости. У розовой бумаги гораздо приятнее фактура в работе. Не сильно много, да, вот здесь вот я не вижу в частности, сильно-сильно расплывающихся, расползающихся по фактуре каких-то странных кусочков. То есть, в целом, какая-то гладкая работа, конкретная работа вестись может. Это уже радостно. За это уже большое спасибо. Но, конечно, вот это вот легкое ощущение туалетности, это, ну, такое. Интересно, можно ли утемнить? Давайте вот здесь попробуем. Ну, пока еще можно, пока. Но она довольно быстро сохнет. Прямо вот катастрофически быстро. И у нее образуются вот такие вот, это пока сложно показать, но это такие небольшие заплывшие кусочки цвета, которые немножко смешиваются с таким, немного подмоченным оттенком этой бумаги. И выглядит это, ну, так себе. И кое-где у нее проступают проступают ее розоватые такие... Это похоже на плохую проклейку. Розоватые кусочки, розоватые части, как будто бы краска не совсем ровно ложится на бумагу. То есть, где-то она остается на вершинках фактуры, а где-то она как бы проваливается вглубь. Я абсолютно не могу сказать, что меня это радует, что мне это нравится. Это какой-то крайне странный эффект, потому что бумага пока еще мокрая. Ну, то есть, и по мокрой бумаге, по идее, должны распространяться кусочки краски более-менее равномерно, потому что там, где есть вода, туда вполне спокойно бежит краска. Сохнет эта бумага гораздо быстрее, чем бумага цвета сласла о новой кости. И какие-то примитивные волны на ней в целом сделать можно. Но, к сожалению, я не могу сказать, что я бы взяла эту бумагу для рисования своих волн, потому что очень часто мне нужно поработать над каким-то кусочком подольше. А сейчас уже работа вот в этом краю, который мы смачивали для работы в технике в один слой, уже невозможно. Уже здесь полностью матовая бумага, то есть вносить и исправление невозможно. В технике по мокрому, ну, пока еще может вноситься какая-то дополнительная краска, может быть, водичкой тоже можно помазать, но бумага уже становится матовой. То есть вот это состояние лужи, которое длится достаточно долго на бумаге среди этой слой новой кости, оно позволяет дольше вносить какие-то исправления, дольше перемещать краску по листу, дорисовывать что-то, да вносить какие-то необходимые цвета или тона. Здесь же уже это сделать можно, но сложно. Сложно, потому что если не рассчитать с количеством воды, то мы получим разводы. Вроде бы бумага неплохо... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-а. не баухонг это даже не поль рубинс это это плохо честно вот эти вещи на розовой бумаге меня совсем не радует это прямо скажу какая-то печаль только как укладывается краска на подсыхающие слои это прямо скажу мне не нравится это минус и давайте мы посмотрим как ложится у нас краска как нам работается по бывшие в употреблении бумаги как у нас лягут тоненькие линии ложится в принципе неплохо бумага довольно сильно есть цвет в плане того что вроде как я набираю краску густо и воды много и краски но при этом бумага делает и все или не становится светлее знаю не знаю здесь не происходит эффекта сухой кисти если у нас не подготовлена для этого сама кисть то есть непроизвольно его не получится и если у вас на кисти много воды на бежевой же бумаги у нас хочешь ты или не хочешь подготовил ты кисть для этого или нет запланировано это или нет но эффект сухой кисти ты получишь поэтому в этом отношении розовой бумаги это не небольшой но плюсик давайте мы посмотрим на травмируемость бумаги для этого снова начертим наши волшебные линии и по попробуем поработать клячкой и стирательной резинкой так ну да здесь я вижу легкое такое воздействие на бум 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 бумагу было оказано это видно меньше чуть чуть меньше чем на бежевая бум 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 бумаги но все же и давайте мы посмотрим ластиком здесь я к сожалению тоже наблюдаю вот эти вот более темные разрозненные линии по там тому месту где мы работали ластиком и это груб гру гру грустненько смотрим на вы вымываемость как у нас бум 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 отдает краску возможно ли внести какие-то корректировки ну гораздо гораздо хуже гораздо сложнее чем на бумаге бежевого цвета линия про по раскапливается с большим трудом и я на такая закрашенная и мне кажется что тоже бумага начинает немножко травмироваться от механического воздействия то есть чистую линию мы не проскребен жестких крак краев мы у нее тоже не добьемся потому что нужно будет делать много две две движения и соответственно какие-то такие четкие тонкие линии нам не показать не обозначить и она будет не очень яркой лизировки здесь да да достаточно стандартная история для бумаги такого ценового сегмента и такого как как качество а именно держится всего четыре слоя четвертый уже потихонечку начинает подразмываться к пятому слою все довольно таки становится плачевно это касается чтобы бумаги цвета слоновой кости что бумаги розового цвета к сожалению вы в этом они равны это тот печальный фактор в котором они одинаковы подведем общий итог что я могу сказать относительно этих двух бумаженцы я могу сказать что все плохо друзья спасибо вам что вы да да на тите мне на обзор и мне не не приходится платить за это свои деньги стра страдать и плакать и думать боже какую хрень я есть я купила какой кошмар давайте по пунктам начнем мы с бумаги бежевого цвета это бумага единственный ее плюс в том что она хорошо держит воду она достаточно долго сохнет это наверное ее а еще у нее них а еще и и хорошее преимущество в том что она позволяет выскребать достаточно чистой линии все больше больше ничего хорошего про нее сказать не могу ну цвет она живет ну в меру так скажем в меру розовая все таки мне кажется попасть не это делает я бы не сказала что она стоит своих денег я бы не стала и на ней работать я бы не стала на ней рисовать собственно поэтому у нас сегодня нет по это им лапса с моей работы потому что ну не стоит у меня абсолютно на этот материал поэтому я не делаю никакой рисунок потому что я знаю что я в процессе буду расстраиваться из-за того что все получается вот так результат мне тоже особо не сильно по понравится от процесса я удовольствия не пола получу и расстроюсь и еще больше поэтому вот бумаги цвета но вы куку куку кости пожалуй два плюса это вы скребаемость и хорошее удерживание влаги бумага розовая мне вот кажется они вот реально они обе 300 граммовые но у меня четкое ощущение того что розовая тоньше и розовая принято не пожалуйста на розовая напоминает туалетную бумагу и так и это как это кошмар это глава 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 вообще для чего это для кого непонятно абсолютно цвет поджирает ну бывало хуже давайте честно вот этот вот кошмар от той же лилии холдинг тот же палаццо жрет цвет в разы больше поэтому за вот это уже большое вам спасибо уважаемые удерживанием влаги у нее конечно тоже есть определенные трудности довольно быстро сохнет абсолютно не похоже на хлопок то есть на хлопки обычно люди привыкли работать чуть чуть дольше чем на цели целлюлозе здесь же я бы сказала что это эффект целлюлозной бум бумаги цвета она немножечко поджирает благо что это все не пачкается линии ложатся ровно с лессировками та же самая история проскребается немножечко хуже и еще такой нюанс вот предположим мы сделали ну мы лилия холдинг сделали два цвета бумаги слоновая кость что в принципе ну это не самый необычный цвет для акварельные бум бумаги у фабриана тоже было подобного плана у них было extra white и вот такая вот немножечко желтоватая бежеватая бум 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 бумага окей это я могу как-то понять принять и простить но розовая розовая камон то есть предпола предположим да что мне понравилось качество этой бум бумаги хотя я не могу себе такое при при представить тем не менее постараемся это получается что все цветовое решение работы на этой бумаги будет не диктовать сам материал вы где-нибудь такое встречали я могу понять цветную бумагу для акварели там черную как какую-нибудь темно-коричневую темно-синюю такую индиго ну я таких не в не встречала но в целом но розовая но у комент если сравнивать все три вот этих вот изделия от мили и холдинг того же палаццо кстати вы определитесь пожалуйста вы палаццо или лили холдинг нет я понимаю как конечно что некоторые товары выпускаются под маркой палаццо но люди иногда путаются я встречаюсь с тем что люди не могут отличить одно от другого и думают что это разные марки нет так вот если мы сравниваем три вот этих вот изделия от лили и холдинг на обзор вот на это вот это не что у меня тоже на канале есть если вы не смотрели пожалуйста не прав не пропустите это полезно так вот сравнив эти три зла я могу прийти к выводу что вот это самое худшее зло шутка нет нет все три мне не понравились не понравились абсолютно вот это не понравилось вообще ни по одному крик критерию еще сильнее запас запачкала эту прекрасную белую пачку хотел мне вроде как чичи чеистые руки но если выбирать еще между вот этими двумя то вы знаете я не могу понять кто из них баба баба больше зло потому что убеживай крайне странная история со смачиванием то есть вроде как вроде как даже можно договориться с фактурой ну окей ладно пусть это будет бумага аля торшон но смачиваемость ну там ну такое фактура в целом в работе но она как бы немножечко не то ни сё не торшон не финн не сатин какое-то вот это и нашим и вашим за рубль с пляшем с пивком не покатит нет вроде бы неплохая фактура у розовой ну так тогда лучше история со смачиванием но при этом быстрое высыхание какое-то непонятное вот это вот это вот расплытие и оставление абсолютно невменяемых кусков не за мне как-то мне прям даже его в руках держать противно мне противно смотреть вот на этот кусок очень противно не могу не знаю короче говоря не моя эта история все три изделия от лилии нашей холдинг не могу я их рекомендовать опытным потому что это абсолютная трата времени и денег просто потому что вы купите и скажете чё за новичкам пожалуй я тоже ее не порекомендую потому что часто вижу к к комментарии стиле я купил эту бум бумагу или я купил эту бум 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 бумагу когда только-только начинал и это был мой первый хлопок и я думал что это со мной что-то нет не так я не подозревал что хлопок может быть вот таким здесь я подозреваю что может быть немножко похожая история опять-таки если вы ни разу не пробовали никакую хлопковую бум 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 могу или вы очень мало в ней разбирать сюда вы не отличаете там не знаю малевича от палаца палацу от ливии холдинг хотя это одно и то же и у вас нет практического опыта чтобы сравнить как-то качественно у вас нет опыта использования более дорогих марок у вас нет опыта использования более качественных бюджетных марок про них у у меня тоже есть ролики на канале поэтому если вы не смотрели добро пожаловать то может быть эта бумага от лилии холдинг вам и может быть даже и понравится кто знает у всех разные требования у всех разные вкусы поэтому как всегда все вы выводы о том покупать или не покупать определенный пара продукт поддерживать или не поддерживать тот или иной бренд вы делаете сами на этом канале я высказываю свое лилии или личное впечатление цена давайте пройдемся по этому не нелегкому пункту бумага лилия холдинг у меня стоила 1 175 рублей за лист другая 222 но это со скидкой так они стоят но тематик я абсолютно не могу сказать что за свои деньги это приемлемая история что это хороший материал который стоит своих денег в ходе этого обзора я думаю что я довольно понятно ясно и подробно по пунктам объяснила причины но если вдруг у вас валяются лишние деньги и вам хочется чего-то эдакого я не смею вам мешать всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете по поводу это вам пробовали ли вы подобное как вам это как вы это оцениваете но я буду прощаться с вами до новых встреч в следующем видео всем пока пока